Всем привет, дорогие друзья, с вами Дереди, добро пожаловать в игрушку Grim Soul. Ну что ж, это мой дом, и ребятки, это будет интересная серия. Мы сегодня с вами будем испытывать нашу пику, а точнее она называется Алибарда. То есть, ну тут не знаю, тут она совсем сломана, тут на 3-4 удара, наверное, может быть на 5. Мы ее будем испытывать на гиганте, то есть мы с вами пойдем в жестокий мир. Сейчас посмотрим, ребятки, я довольно-таки неплохо оделся, 260 у меня с защиты. Давайте посмотрим, сколько урон, 81, офигеть. А если скрытый урон, вы умножите на 2, это будет 162, да? Отлично, в общем, погнали, ребятки. Не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал. Идем, значит, мы в жестокую зону. Ну давайте, давайте там, где больше леса, наверное, все-таки. Вот сюда пойдем. Тут очень хороший лут. Я предлагаю там немножко залутаться, может быть, что-нибудь ценное найдем. Если у нас багаж будет заполнен, мы выкинем топор или кирку. Я взял на всякий случай побольше мяса, мало ли что. Так, ну в общем, начинаем. Начинаем, ребятки, это будет, это будет жестоко. Предлагаю все-таки сейчас, пока что, сделаем вот так. А пока будем отбиваться от них. Так, потом еще поменяем. Не хочу алибарду на простых истратить. Допустим, медведь его легко завалить. Раз, два. Ух ты, три раза, я думал два раза. Давайте будем забирать пока что от медведей. Нам нужен гигант. Я вам покажу, как легко убить гиганта можно. Так, это простой волк, мы его с одного удара убьем. Отлично, шкура нам пригодится. Ищем гиганта, ребят. У меня скоро будет новый уровень, это хорошо. Я хочу до конца уже из-за схода, все, оружие сломалось. Все, это мне специально нужно было, чтобы алибарду поставить. Чтобы оно было под рукой, если что, достанем. Если, ребятки, алибарда закончится, я специально взял скимитер. Скимитер, 59 урона. Ну, послабее будет. Но все равно им тоже можно будет убить этого нашего гиганта. Что ж, сейчас самое главное найти его. Мы его легко убьем, если найдем. Так, ну этих я легко завалю. Один готов. Так, второй. Легко просто разбираемся. У них какие-то семена, я не знаю, они мне не нужны. Тут все простые, мне простые не нужны. О, у меня уже ботинки сломаны. О, нифига себе. Нет, 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 нет. Какого лешего? Смотрите, что делает. Смотрите, что делает, сейчас я его завалю. Отлично. У меня новый уровень. Офигеть. Так. Вот он, гигант, ребят. Но мы не так планировали с ним разбраться. Вы видели, что он делает? Хорошо, что у меня алибарда была. Офигеть. Может, у него какой-нибудь лук цены будет? Посмотрим сейчас. Это было немножко напряжно. О, нет, 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 нет. Лишь бы он за мной не бегал, ребята. Или иначе будет хана нам. Если он будет за нами бегать. Надо, чтобы он от нас отстал. Так, заходим. Пожалуйста, не ходи за мной. О, нет, он все еще ходит, да блин. Так, ребят, по-моему, все, он отстал. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Тут у нас простые. Ну-ка, я смогу сбоку так подойти. Давайте так сбоку подойдем. Раз, два, три. Надо их зафигачить. Так, пока что ничего от них не будем брать. А где тут... Да, блин, мишка дурацкий. Какого лешего тут... Вот какого черта он сюда прибежал? Так, ладно. У нас уже вся броня... Кто это опять? Блин, да сколько вас тут бегает? Мне одного хватит. Ребят, ну вот сами видите, какая тут вакханалия. Тут спокойно, ребят, не подышишь кислородом. Тут постоянно что-нибудь да будет случаться. Поэтому нужно быть всегда на чеку. Что ж, по-моему, гигант это вот этот... Снизу. Да, блин. Ты какого лешего у меня заметил? Реально, это уже напрягает. Броня закончится, мне хана. Сбоку подходим. Да, вот он. Берем пику. Смотрите, что делаем. Один раз его тычем. Оба. Так. Слушай, а он защищенный. Я только появился, и медведь какого-то черта тут делает. Все, хана моей броне, короче. Так, покушаем. А, вот, вот, вот. Тот, кто нам нужен. По-моему, еще на один удар, ребят, и все. Офигеть. Посмотрим, сколько опыта хоть обдадут. Так. Тыч. О, нифига себе, вот сейчас было мощно. Давайте добьем. Раз. Два. Все. С двух ударов добиваем. Забираем лут. Бронзовые... Бронзовые гвозди, да, какие-то? Так, да, бронзовые гвозди. Да, блин. Передохнуть вообще нельзя. Вы, ребят, это видите? Один за другим, просто подряд. Мне вся хана моей броне, короче. Давайте возьмем с вами вот этот скимитер. Думаю, он нам поможет. Так, съели опять. Постоянно старайтесь за картой следить. Опыта дали очень много, ребят. Нам нужен 27-й левел. Офигеть. Это напряженно, это напряженно, ребят. Так, хана моей алибарди. Там где-то чувак умер. И, возможно, у него хороший лут. Давайте его найдем. Нет, он не тут. Он, по-моему, где-то там умирал. В принципе, если на меня нападут, я хорошо отобьюсь. Те чувак, которые... Вот он. Забираем все. Так, подожди. Никто с нами не следит. Могу ли я... Кто это? Кто это? Блин. Смотрите. Еще один чувак. Я думаю, я его убью. Раз, два, три. Отлично. Так, тут посиди. Раз, два, сидим. Так, это у меня уже есть. Еще со штанами. Подожди. Нифига себе, это то, что надо. Седло. Седло лошади. Офигеть. Ребят, нам круто повезло. Мы нашли седло лошади. Это реально очень редко. Блин, есть у тебя рюкзак какой-нибудь большой? Это тот же самый рюкзак. Куча тряпок. Давайте заберем. Все, что поместится, возьмем. Нифига себе, у меня сколько уже. Топор выкидываем нафиг. Я думаю, сюда еще придем. Это хорошая штука. 35 урона. Офигеть. Пустые бутылки уберем. Я даже не знаю, что взять. Ну вот с седлом нам реально крупно повезло. Я не ожидал, что мы найдем, ребят, седло. Так, рукавицы нам тоже нужны. Блин, вместо чего мы возьмем? Давайте сейчас выйдем. Я хочу прочитать записку. Записку, в принципе, можно читать. Что-то было написано. Так, слу-то мне конкретно повезло. Так, прочитаем. Проклятый, переродившийся после смерти прокаженный. В самом начале эпидемии прокаженных хоронили, как всех прочих. Но то, что выбиралось потом из могилы, могло напугать до дрожи колен. Сейчас уже никому хоронить несчастных, но немало проклятых все еще бродит по чужным землям. Считается, что проклятые полностью утратили разум и являются последней стадией воздействия серой гнили. То есть это, ребят, прокаженные, я так понимаю, это как зомби, только это прокаженные. Немножко, немножко другое. Так, ну очень сильно похоже. Мне, в принципе, больше тут ничего не надо. Я единственное хочу залутать, попробовать. Так, возьмем, отлично. Мы пить вообще хотим, нет? А, да, мы сильно хотим пить. Давайте выпьем воду. Давайте две фляжки выпьем. Надо часто озираться, ребят, приходится часто озираться. Так, штаны, я бы хотел взять штаны, вместо вас, что ли, взять. Броня 80. Вместо шкур, или что мне делать? Давайте гвозди, что ли, выкинем. Такое здесь слишком мало. Так, ну пока что так оставим. Веревки, я не знаю, ну веревок-то больше. Так, а что у нас тут было? Так. Я, правда, уже не знаю, что делать. Думаю, от чего бы избавиться. От ягод, что ли? Ну, блин, ну штаны, ну, не так они уж нужны. Штаны у меня есть. Правда, тут почти уже израсходовались они. Так, что ж, давайте немножко пробежимся. Там где-то у нас... Можно ягоды собрать. Еще две, отлично. Там, где-то тут был сундук. Так, все, штанам хана, как раз штаны наденем. Лютоволк, давайте попробуем с этим оружием. Видите, как я резко сменил. Так, сейчас посмотрим что-то. Может быть, что-нибудь кайфовое, ценное. Блин. Вильгельм, так. Легенда, сейчас мы легенду прочитаем. Главное, не забыть. Проклятый. С одного удара, я думаю, я его убью. Отлично. Как легко он убивается. Там еще что-то интересное. Блин, я хочу все залутать. Но все залутать не получится. О, нет, нет, нет. Нифига себе, здоровяк. Все, я думаю, пора валить. Давайте я сейчас вам зачитаю еще. Слушай, ну, неплохо мы залутались так. Записку мы прочитали. Так, где записка, кстати? Случайные отрывки. Вот. А, нет. Легенда о зловешем короле. 17 записок. Вильгельм I был самолюбив еще будущим молодым. Он решил оттеснить жрецов от трона. Юноши отдали от себя тени императора, ибо за их преданностью стояла вера харад и окружил себя золотой гвардией, набранной из лучших бойцов империи. Жрецы пытались вразумить правителя, утверждая, что без их защиты империя рухнет. Но император вежливо отказал им во всех притязаниях и лишил духовенства права договорить от своего имени. Так, прикольно. Я думаю, мы с гигантом не справимся, наверное. Конечно, попробовать можно. Так, мы до конца тут не залутались. Давайте. Нам нужны штаны, наверное. Давайте штаны наденем. И знаете, что нам надо? Накидку. Накидку наденем. И у нас осталось, по сути, еще место свободное. Так, что-то в нем я не знаю. Давайте к предыдущему подбежим. Где-то он тут лежал. Так, что у тебя, говоришь, есть? Давайте покажем. Вот это очень круто. Седло для лошади. Необходимо. Деталь для упряжки. Это очень здорово, ребята. Мы нашли все-таки эту деталь. Так, самое главное у нас, конечно, вот тут. Надеюсь, он ушел. Попробуем вот так издали вот так залутать. Возможно, получится. Самые цены заберем. Что тут самое ценное? Боже мой, я не знаю. Тут ничего нельзя взять. Вроде все цены, но, блин, мы более цены нашли. Мы много оружия нашли. Кто-то плачет, слышали? Правда, не знаю. Я лучше оставлю себе одежду. Ох ты, блин, смотрите. Гребаный медведь. Два, три. Блин, мы так от него ничего не взяли. Давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Я думаю, мы еще раз нападем сейчас. Так, вот такие вот ништяки, да? Неплохие. Смотрите, мы взяли и пернач нашли, и нашли с вами фальшон. Но, правда, не из самой хорошей свежести. Давайте седло сейчас. Седло для лошади отвезем назад. Так, бежим пока что. Почти прибежали. Сейчас быстренько все распределим. Как раз базу немножко вы посмотрите. Будет обязательно больше серии, ребятки, если будете поддерживать лайками. Они мне очень сильно нужны. Ну что же, ребят? Так, вот тут будет моя лошадь. То самое седло для лошади, которое я искал. Седло для лошади, необходимая деталь для упряжки. Отлично, ребят. Еще на шаг ближе. Нам нужна уздечка, по сути, еще. И кормушка для лошади. Если мы найдем уздечку и кормушку для лошади, то все остальные детали, я думаю, мы с вами легко соберем. Это большой прогресс, ребят. Это правда. Допустим, цепь можно найти. Цепь легко найти. Это все у меня есть. Свечи есть. Трапичный мешок мы с вами скрафтим легко. Да, ребят, у меня это все есть. То есть, по сути, я могу это все уже заполнить, но я пока что не хочу торопиться. Как только найдем уздечку и кормушку для лошади, я все заполню. У нас будет стоило уже готово. Это круто. То, что лось, и я быстрее это найду. Идем сюда. Тут у меня оружие хранится конкретно. Так, вот тут у нас оружие. Давайте пополним нашу коллекцию. Так. Что нам не хватает? Нам нужны ботинки какие-нибудь. Какие-нибудь ботинки есть? Есть ли наши нормальные ботинки? Так. Не сильно дорогие. Это сколько? Броня 30. А, это сколько были? Не сильно хорошие, не нужны. Давайте броня 10. Вот возьмем их. Остальное все я здесь оставлю. Так, каски тоже скоро хана. Окей. Где что держать, я не знаю. Правда, я запутался. Пойдемте туда зайдем. Тут у меня еще продолжение. Камни мне не нужны. Так. Я где-то... А, вот. Так, сюда поставим. А, гвозди это все я не знаю куда. Мешки. Нам надо мешки тоже собирать. Где весь клам у меня? Так, мешок пускай тут пока что валяется. А, вот гвозди. Гвозди пока что будем собирать. Я думаю, они нам пригодятся. Их тоже, наверное, нелегко будет делать. Что делать с едой? У меня еды уже тоже много. Давайте сюда тоже барахло пускай хранится. Потом распределю. Короче, это мясо. Все пока что сюда поставлю. Потом все распределю. Ну что, ребятки. Нам нужно по-любому вот эту штуку с собой взять. Скиметр. Чтобы отбиваться. Мясо не жалеем. Мясо едим, кушаем. Нам нужно, чтобы постоянно 100% у нас было. И теперь пойдемте. Я не знаю куда. Давайте пойдемте вот в этот лес. Там тоже у нас будут нападать. Я думаю. Ну, тут не так уж прям часто будут нападать. Но люди ходят, ребят. Это самое главное. Люди ходят. А вот у людей может быть просто шикарный лут. Как вы видели, нам досталось седло. Это очень здорово. Будем чаще нападать. Самое главное нам не погибнуть, а отвоевать этот лут. Для начала можно, в принципе, ягоды пособирать. Пригодятся. Так. Надо экономить нам нашу секиру, потому что она у нас одна. Пока что будем все собирать. Если что, потом заменим лучше. Наша еще цель будет добраться кое-то куда. Так, ягоды. В принципе, хилка. Будем хилиться. Поначалу, чтобы мясо экономить. Наша цель сагрить на себя. А, именно людей сагрить. Так, тут пока что ничего не будем. Не будем брать. Ну, у вас должно быть более-менее... Вот. Тут, конечно, вот так сделаем. Раз. Два. Все. Обращайте внимание на опыт. Сколько опыта дает? Это очень здорово. Очень много опыта дает. Сейчас совсем сильный будет. Мы с вами будем менять. Так. Легко. Давайте сидим. Раз, два, три. Еще резко блюйте, ребят. Так, кто у нас тут? Ух ты ж, елки-палки. Не очень приятная весть. Попробуем обижать. Давайте медведя. Раз, два. Добьем медведя. Сто опыта. Отлично. Так, заберем лут. Сидим ягоды. У меня уже нет... Блин, у меня уже броня скоро. Офигеть. Хана моей брони. И если человек на нас нападет, это будет очень плохо. Потому что он нас может легко убить. Вот он! Вот он! Бежит! Раз, два, три. Все. Это то, что мне нужно было. Сейчас все. Весь лут заберем. Смотрите, у меня уже... Я тоже, в принципе, голый. Он все с меня снял. Поэтому давайте... Давайте идем сюда. То есть, самый лучший способ залутаться, это убивать других игроков. Какое-то событие. Туда можно сходить? Ну, не факт, что там прям будет что-то прям крутое. Так, давайте так наденем. Давайте подэкономим. Сколько ты вообще броню нам не даешь? Поэтому давайте наденем. Просто тапочки для скорости, для бега. Ну, по крайней мере, серп есть. Если что, будем отбиваться. Или все-таки пойдем туда. Посмотрим, что у нас тут. Давайте, ладно, посмотрим. Там может быть реально тоже что-то очень кайфовое. И на этом серию закончим. Так, войдем. Постараемся добыть лут. Надеюсь, у нас получится. Пока утро, лучше утром, ребятки, ходить на разведку. Потому что... Потому что в другое время суток будет опасно. Ночной гость может убить вас. И... Кана вашему всему луту. Лютоволк. Лютоволк обязательно один раз ударяйте так. И меняйте оружие, чтобы добить его. И, по сути, все идеально. Он вас даже не ударил. Старайтесь менять оружие. Ух ты, мишка. Мишка косолапый. Даже два мишки, офигеть. Так, нам надо добраться до лута. Именно до лута добраться. Простой волк легко. Так, еще один подошел. Легко. Давайте вот этого задобьем. И тут очень интересный лут. Кто это вообще такой? Кого мы осматриваем? Кто-то погибший какой-то. Ух ты, нифига себе. Меч 58. Бастард. Нифига себе. Мы нашли с вами бастард. Там кто-то идет. Так, это простой. Простой проклятый. И чего тут интересного нету? Давайте... Мне вот эта штучка, наверное, нужна будет? Или волова? Так. На что поменяем? Так, смотрю, чтобы никто не подошел. На зуб, что ли, поменять? Да ладно, в принципе, это мы найдем еще. Проволоку. Будем зубы коллекционировать. Ну, мы все взяли, что хотели. Единственное, если нас кто-нибудь нападет... Слушай, ну бастард крутой, реально крутой. Блин, да, седьмой левел, еще не скоро будет. Можно просто... Просто валить всех. Шкуру добывать. Проклятый. Ух ты, тебе конец. Кто-то бежит сюда. Давай попробуем. Раз, два. Добьем всех. Это было сейчас опасно очень. Давай сразу. Раз, два, три. Съели. Отлично. Иди сюда. Зато много опыта взяли. Это тоже очень хорошо. Так, рюкзак полный. Что у тебя? Да у тебя нифига там и не было. Так, единственное, штаны вот. Штаны надели. Штаны, это хорошо. Так, больше не знаю, что делать. Ну, мы как бы все возьмем. А это вот так поменяем. Медная руда, в принципе, можно добыть. Траву неохота тоже добывать. Блин. Решетки не так часто попадаются. Ну, каль нам, в принципе, не нужен. Не такая уж она и крутая. Ух ты, еще Мишка прибежал. Печально. Печально то, что у нас заканчивается оружие наше. Теперь мы можем что-нибудь взять. Ну, давайте шапочку возьмем. Чтоб холодно не было. Ну, что ж, на этом давайте закончим. Следующая серия постараюсь подготовиться. Тоже, наверное, на кого-нибудь нападем, чтобы скучно не было. Пока что мы топаем домой. Так что, ребят, ставьте лайки. Вот, если хотите продолжение. 27-й левел скоро будет. Стоило уже начинаем делать, как вы видели. Немножко детали нам осталось. Я могу, в принципе, повозку сделать. Позоряет построить повозку, чтобы отправиться в дальние земли. Это прикольно. У меня для этого, в принципе, все есть. Но, когда мы построим повозку, туда надо будет еще всякие детали. А стоило, позволяет ввести коня и передвигаться верхом. Это круто. А на 27-м левеле что мы еще сделаем? Я хочу на 27-м левеле. Помимо, конечно, верстака, который мы 100% сделаем. Мы с вами сделаем святилище. Бронзовый слиток. В принципе, можно бронзовый слиток сделать. Я думаю, да, мы добываем бронзовый слиток. Позволяет привлечь единомышленников и вступить в клан. А также выкупать рабов. Круто. Позволяет привлечь единомышленников и вступить в клан. То есть, я могу как создать клан, так и вступить в клан. Я бы хотел создать клан, посмотреть, сколько будут ребята в моем клане и как они будут мне помогать. Это прикольно. Мы уже скоро, скоро уже у нас будет этот левел. Я его думаю сам конкретно. Возможно, в следующей или через одну серию у нас уже будет святилище и будет клан. Возможно, да. Не 100%, конечно. Вдруг там еще много всяких деталей нужно, чтобы построить. 100% сказать не могу. Нам нужно вот эту местность захватить, потому что там нужны ресурсы. Это, видимо, самое сложное. Офигеть. Целый замок. Ларь, всем до скорого. Пока-пока. Еще увидимся.